Время собирать камни, время подсчитывать бюджеты, время собирать кассовые сборы. Именно этого времени ждут продюсеры, когда затевают очередной кинопроект. И мы с вами с удовольствием поделимся свежей порцией цифр. Сколько же зарабатывают фильмы, о которых говорит что за кино и судачит весь киномир. Ну и разумеется, разыграем очередной подарок от Greenjack Channel. И да-да, от все того же Marvel. Соскучились по Железному Человеку? Он может отправиться к каждому, кто правильно ответит на этот вопрос. Ведь среди правильно ответивших здесь внизу под видео и будет разыгран наш приз. Но обо всем по порядку. Сначала бокс-офис. Итак, «Власть». Выдающаяся актерская работа Кристиана Бейла собирает 4,1 миллиона гривен в отечественном прокате и уже 68,9 миллиона долларов в общемировой копилке. Достаточно скромно, как для подобного уровня боепика. Зеленая книга, благодаря не в последнюю очередь статуэтке Оскара за лучший фильм года, получает в отечественном бокс-офисе уже 11,2 миллиона гривен и уже 203,7 миллиона долларов, что при бюджете в 23 миллиона долларов не может не радовать создателей картины. «Алита» Боевой Ангел с большим трудом выходит на рубеж двух своих суммарных бюджетов в общемировой копилке уже 359,7 миллиона долларов. И достаточно скромный, как для отечественного рынка, но впечатляющий, с другой стороны, цифрой является 45,4 миллиона гривен. Ну и наконец, абсолютным рекордсменом отечественного бокс-офиса становится в первый уикенд проката третья часть мультипликационной франшизы «Как приручить дракона». 49,9 миллиона гривен и уже 383 миллиона долларов ошеломительный кассовый успех после провала «Лего фильма 2». Ну а теперь, друзья, вопрос. Вопрос достаточно простой, и я думаю, много будет участников у розыгрыша после этого выпуска, потому что вопрос звучит так. Какой актер появляется фактически во всех фильмах киновселенной Марвел в своем собственном камео? Он появляется буквально на несколько секунд, буквально в одном-двух кадрах. Итак, пишите его имя, пишите имя этой легенды и получайте наш приз.